В 1892 году известный московский коллекционер, купец Павел Михайлович Третьяков обратился в Московскую городскую думу с предложением принять от него в дар художественную картинную галерею, которая включала в себя картины, рисунки и скульптуры русских художников, а также произведения западноевропейских мастеров, принадлежащих брату Павла Михайловича Сергею Михайловичу, незадолго перед этим скончавшемуся городскому главе Москвы. Московская городская дума с благодарностью приняла бесценное дарение. С этого времени закончилась история частной галереи и началась история общественного музея Государственной Третьяковской галереи. В начале 20 века Государственная Третьяковская галерея становится одним из крупнейших музеев не только России, но и Европы. По инициативе художника и искусствоведа Игоря Эммануиловича Грабаря, бывшего в те годы фактически директором Третьяковской галереи, реформируется ее экспозиция. Если раньше новые поступления выставлялись отдельно и не смешивались с основным собранием Третьякова, то теперь развеска всех произведений была подчинена хронологическому принципу. В начале 1920-х годов начался новый период в истории Третьяковской галереи. В это время коллекция стремительно увеличивается. Одновременно с этим из состава Третьяковской галереи была выведена коллекция произведений западноевропейского искусства, образованная из собрания Сергея Михайловича Третьякова. В настоящее время большая часть этих произведений представлена в Музее изобразительных искусств имени Александра Сергеевича Пушкина. Все это окончательно утвердило за Третьяковской галереей значение главнейшего в России музея национального искусства, отражающего его историю и современность. Сейчас собрание Третьяковской галереи насчитывает почти 150 тысяч произведений. Коллекция древнерусского искусства – одна из самых уникальных в мире по количеству и качеству собранных в ней экспонатов. Основание коллекции было положено еще при Павле Михайловиче Третьякове. 62 иконы XV-XVII веков находились в его личной собственности. Третьяков намеревался представить иконы в одном ряду с произведениями светской живописи XVIII-XIX веков и таким образом включить их в общую картину развития русского искусства. Чтобы правильно оценить всю новизну такого подхода, надо вспомнить, что в XIX веке иконы в экспозициях выставок неизменно занимали место рядом с произведениями прикладного искусства, предметами быта и археологическими памятниками. Этот факт был особо отмечен в каталоге собрания в 1917 году, где подчеркивалось, что Третьяков через головы плотно обступивших его современников сумел почуять в русской иконописи то высокое, прекрасное и вечное, что ныне стало видно всем. Декретом от 5 октября 1918 года создается Государственный музейный фонд, куда стекаются национализированные собрания и отдельные произведения, затем распределявшиеся по музеям. Оттуда в Третьяковскую галерею начинают поступать многочисленные произведения живописи, в том числе и иконы. Последующая история формирования коллекции древнерусского искусства неразрывно связана с деятельностью комиссии по раскрытию памятников древнерусской живописи. Комиссия взяла на государственный учет и, по существу, сохранила для истории в условиях революционного лихолетия многие из ценнейших произведений древнерусского искусства. В 1929 году принимается решение об организации в галерее отдела древнерусского искусства. Ценнейшей частью коллекции древнерусского искусства в Третьяковской галерее являются ее иконы XI-XIII веков, древнейшего домонгольского периода в истории русской культуры. Некоторые из них были привезены на Русь из Византии. Происхождение других исследователей связывают с развитием собственных древнерусских художественных школ в Киеве, Новгороде, Владимире, Ярославле, Суздале. В каждой из этих икон отчетливо прослеживаются предметы принадлежности их к различным временным периодам и разным художественным центрам. Но главное, что их объединяет, это большая близость к возвышенным традициям византийской школы XI-XII веков, легшим в основу живописной культуры всего христианского мира. Икона, которая сейчас известна как Богоматерь Владимирская, была написана в I-III XII веке в столице Византии Константинополе в соответствии с иконографическим типом Елиуса, получившим в русской традиции название «умиление». Младенец Христос прильнул к матери, ласково обнимает ее и прижимает со щекою к щеке матери, предчувствующей судьбу сына и скорбящей о ней. При князе Юрии Долгоруком образ был привезен на Русь и помещен в женском монастыре в Ишгороде, под Киевом. С возвышением Владимира Суздальских земель князь Андрей Боголюбский в 1155 году отправил икону во Владимир и по названию этого города стали величать икону Владимирской. Именно с этого времени начинается прославление иконы как чудотворной целительницы и покровительницы Владимирской земли. Во время нашествия Тамерлана на Русь в 1395 году образ был перенесен в Москву и вражеское войско, несмотря на значительное численное превосходство, отступило без боя. С этого момента икона начинает почитаться как покровительница и защитница Московской Руси. В Успенском соборе Московского Кремля икона постоянно находилась до 1918 года. В последствии она была взята на реставрацию, а в 1930 году икона была передана в Третьяковскую галерею. В декабре 1999 года икону перевели в храм-музей святителя Николая в Толмачах при Третьяковской галерее, где она и находится под постоянным наблюдением хранителей. Принимая участие в церковных службах, икона Богоматерь Владимирская доступна как для молитвенного почитания верующих, так и для посетителей музея, являясь одновременно и прославленной святыней русской православной церкви и высочайшим образцом византийского искусства. К концу XIII – начало XIV века в Новгороде, а затем в Скове, складываются иконописные школы, отличающиеся большой самобытностью. Отражая вкусы торгово-ремесленного люда, новгородские мастера сумели весьма существенно преобразить прежние традиции. Их иконопись, как правило, меньше по размерам, поскольку предназначались для домашних молелин и небольших приходских церквей. В них преобладают яркие, насыщенные цветом краски. В трактовке традиционных религиозных сюжетов иконописцы тяготеют к повествовательности, к рассказу. Создаются произведения, связанные с местной историей. Сюжет иконы «Чудо от иконы Богоматерь Знамения» середины XV века основан на конкретном событии. В 1170 году объединенные войска нескольких среднерусских княжеств осадили Новгород. По легенде, город был спасен чудом, сотворенным иконой Богоматерь Знамения, главной святыни Новгорода, которая и ныне хранится в Новгородском Софийском соборе. События изображаются в виде нескольких эпизодов. Перенесение чудотворной иконы в Софийский собор, помещение иконы на крепостной стене, переговоры парламентеров и вероломство суздальцев, начинающих обстрел стен из луков, выезд новгородского войска, символически ведомого святыми воинами Георгием, Борисом и Глебом. Икона написана незадолго до присоединения Новгорода к Москве и в иносказательной форме отразила настроение новгородцев, готовых отстаивать независимость своего вольного града. Крупнейшим центром древнерусского искусства стало в XV-XVI веках Московское княжество. Андрей Рублев без преувеличения был самым прославленным иконописцем Древней Руси. Его знаменитая Троица, посвященная памяти великого поборника единства русской земли преподобанного Сергия Радонежского, стала воплощенным символом идеалов духовного единения, всеобщей любви и готовности к самопожертвованию. На иконе Андрея Рублева изображаются три фигуры ангелов в единстве. Склоненные головы ангелов создают эффект кругового движения, того жизненного движения, которое приводит к пониманию единства божественной сущности. Светоносный колорит с использованием золота, сиянием охр, нежных оттенков зеленого, розового и сиреневого, тонкий ритм линий в единстве совершенной композиции порождают образ неземной красоты, небесной гармонии. Русский религиозный философ Павел Флоренский писал об иконе Троица. Среди метущихся обстоятельств времени, среди раздоров, междоусобных расприй, всеобщего одичания и татарских набегов, среди этого глубокого безмирия открылся духовному взору бесконечный, невозмутимый, нерушимый мир, свышний мир горного мира. Вражде и ненависти царящим вдольним противопоставлялась взаимная любовь, струящаяся в вечном согласии, в вечной безмолвной беседе. С начала XVIII века русское искусство утрачивает прежнюю почти исключительно религиозную направленность и приобретает отчетливо выраженный светский характер. Стала обычной практикой приглашения иностранных мастеров в Россию на условиях обучения ими отечественных художников. В то же время Петр I ввел систему пенсионерства, обучения за границей способных молодых людей за казенный счет. Достойна удивления та быстрота, с которой русские художники освоили совершенно новую для них живописную систему и технику. Уже в работах Ивана Никитина, личного пенсионера Петра I, практически не ощущается следов прежней художественной традиции. Шедевром зрелого творчества Никитина является портрет канцлера Головкина. Гаврил Иванович Головкин – один из приближенных Петра I, сенатор, президент коллегии иностранных дел. Перед нами предстает энергичный политик эпохи Петра I. Его деятельная натура европейского масштаба, образно переданная Никитином, как бы подкрепляется надписью на обороте портрета. В продолжение канцлерства своего он заключил 72 трактата с разными правительствами. В середине столетия в системе подготовки русских художников происходят значительные перемены. В Петербурге в 1757 году была учреждена Академия художеств, в которой получили образование многие выдающиеся мастера отечественного искусства. В иерархии академических жанров главенствующую роль занимала историческая живопись, крупнейшим мастером которой был Антон Лосенко. «Прощание Гектора с Андромахой» – одна из последних и лучших работ Лосенко, написана на сюжет из «Илиада Гомера». Гектор отправляется на битву с осаждающими трою греками, предвидит судьбу своей жены Андромахи как пленницы и обращается к богам, вручая им сына с просьбой даровать ему воинское мужество и славу. Наибольшее достижение русской живописи XVIII века связано с жанром портрета. Это объясняется особой притягательностью этого вида искусства для русских мастеров, всегда живо интересовавшихся личностью и характером своего современника. Портретисты Дмитрий Левицкий и Василий Боровиковский составляют славу русского искусства XVIII века. Работы Дмитрия Левицкого отличаются высочайшим мастерством исполнения и всегда соответствуют точной характеристике модели. Красавица-графиня Урсула Мнишек была пленницей последнего польского короля Станислава Августа Понятовского. В ее портрете, выдержанном в холодной цветовой гамме, подчеркивается индивидуальность модели, броская красота и отчужденная высокомерие великосветской дамы. Владелец металлургических уральских заводов Прокофий Акинфьевич Демидов представлен в портрете Ловицкого несколько неожиданно, в домашнем одеянии. Однако по всем правилам парадного портрета эпохи Просвещения здесь в аллегорической форме присутствует важное моральное содержание. Демидов никогда не служил, вел жизнь частного лица, хотя имел чин действительного статского советника. Стол, цветы в горшках, клейка – это атрибут одного из увлечений Демидова. Но те же предметы в сочетании со зданием воспитательского дома на заднем плане, главным благотворителем которого был Прокофий Акинфьевич, представляют нам героя портрета как заботливого садовника, взращивающего, подобно цветам, хрупкие детские души. Заметное место в творчестве художника Василия Боровиковского занимали камерные портреты. Женские модели, представленные художником на пейзажном фоне, проникнуты идиллическим настроением, чувствительностью, навеянной литературными образами сентиментализма. В портрете Марии Ивановны Лопухиной облик молодой женщины исполнен томной мечтательностью. Фон портрета олицетворяет мир естественной природы, а лиловая роза – хрупкую красоту молодости. Этот портрет для своего собрания приобрел лично Павел Михайлович Третьяков. Хотя первые работы русских портретистов XVIII века появились в галерее еще при Павле Михайловиче Третьякове, но коллекция в ее нынешнем виде сформировалась в основном в послереволюционные годы, в период разрушения дворянских поместьй. К началу XIX века русская художественная школа заметно выросла и окрепла. Она обрела уже свои собственные традиции, и поиски ее лучших представителей были направлены на их развитие. По-прежнему много внимания художники уделяли портретному жанру. В первой половине XIX века творили выдающиеся портретисты. В творчестве Ареста Кипренского, Карла Брюлова традиционный реализм в подходе к изображению человека сочетается с романтическими исканиями и одухотворяется ими. Портрет Александра Сергеевича Пушкина, кисти Кипренского, сочетает в себе классическую издержанность и романтический внутренний огонь, характерные внешние черты Пушкина и идеальную обобщенность образа поэта, служителя мус, чуждого суеты. Портрет был исполнен по заказу близкого друга Пушкина, поэта Дельвига, после смерти которого Пушкин выкупит портрет как дорогую реликвию. Этому портрету адресовано его стихотворение Кипренскому, где есть такие строки. «Себя, как в зеркале, я вижу, но это зеркало мне льстит». Павел Михайлович Третьяков мечтал иметь в своем собрании это произведение, но наследники отказывались его продать. И только в 1916 году советом Третьяковской галереи портрет был приобретен у Григория Александровича Пушкина, внука поэта. На фоне русского искусства первой половины XIX века выделяются две фигуры первой величины – Карл Брюлов и Александр Иванов. Они были воспитанниками Петербургской академии художеств, причем лучшими ее учениками, продолжившими свое обучение за границей в Италии. Коллекция произведений Брюлова в Третьяковской галерее включает в себя целый ряд портретных шедевров, среди которых выделяется Всадница. В парадных изображениях проявилась сама природа брюловского таланта, жаждущего великолепного, пышного, триумфального воплощения. Всадница – образец блестяще скомпонованного портрета картины, на которой по заказу графини Юлии Самойловой изображены две ее воспитанницы – Джованнина и Амациллия. Личность художника Александра Иванова уникальна. Это редкий для русской живописи того времени пример серьезного отношения к своей миссии как творца. Будучи молодым человеком, он поставил перед собой грандиозную задачу – воплотить в картине историческое значение христианства. Иванов посвятил более 20 лет работе над грандиозным полотном «Явление Христа народу». В Третьяковскую галерею картина поступила в 1925 году после реорганизации Румянцевского музея в Москве. Сюжет картины взят из Евангелия от Иоанна, повествующего о появлении Христа перед народом в момент принятия крещения от Иоанна Крестителя на берегах реки Иордан. Для художника образ Христа – это явленное слово, исполнившееся пророчество, указывающее человечеству путь к духовному обновлению. Явление Христа народу – это изображение не столько чудо божественного явления, сколько чудо нравственного преображения людей, находящихся на самых разных ступенях своего общественного положения и духовного развития, от плохо сознающего свое человеческое предназначение раба с веревкой на шее, до вознесенного на высоты духовного пророка Иоанна Крестителя. В первой трети XIX века в русской живописи формируется новое направление, проявляющееся в постоянно растущем интересе художников к изображению событий из современной им русской жизни и воссозданию образов представителей низших слоев, ремесленников, крестьян. Зачинателем этого направления был художник Алексей Венецианов, первым в русском искусстве воспевший поэзию крестьянского труда и быта. Натура является живописцу как совершенное, существующее по принципу повторяемой цикличности мироустройство, и человек, его неотъемлемая часть, также выступает носителем идеальной и вечной красоты. У Венецианова нет некрасивой природы, его персонажи поэтичны, неторопливы, они пребывают в гармонии с окружающим миром. Интересно отметить особые приемы Венецианова, когда он масштабно укрупняет фигуру, приближает ее к первому плану, убирает лишние детали, все это придает персонажам мифологизированный, нереальный характер. Мастер перспективы, он сознательно придает композиции размеренный плавный ритм, останавливая неумолимый бег времени. Картины «На пашне», «Весна», «На жатве», «Лето» являются одними из лучших произведений Венецианова. Произведений художника сохранилось немного, и почти все они хранятся в музеях или частных собраниях, редко покидая своих владельцев. Поэтому настоящей удачей стало поступление картины «Синокос» в Третьяковскую галерею из частного собрания в 2002 году согласно завещанию подданного Великобритании Виктора Паваторова. Младший современник Воснецова, художник Павел Федотов, внес в русскую реалистическую живопись критические интонации. Его картины занимательны и остроумны по разработке сюжета, жизненно выразительны по передаче мимики, жестов и пост персонажей, точны по изображению деталей быта. В картине «Сватовство майора» Федотов выступает умелым режиссером, мастером говорящей детали. Экспонирование картины художник сопровождал поэтическим комментарием событий, которые сам же написал и читал перед публикой. «Майор толстый, бравый, карман дырявый, крутит ус, я, дескать, до денежек доберусь». Неприглядная история с точки зрения морали в картине Федотова находит совершенное художественное воплощение, убеждая в волшебной, преобразующей силе искусства. В середине XIX века формируется новое отношение искусства к действительности. Усиливается убеждение в том, что искусство призвано улучшать жизнь, исправлять общественные нравы. В живописи наиболее отчетливо эти тенденции проявились в картинах бытового жанра. Сюжеты многих картин затрагивали проблемы, которые нашли свое отражение в литературных произведениях. Так, картина Илариона Прянишникова «Шутники. Гостиный двор» написана по мотивам одноименной пьесы Островского. В судьбе безгляданницы посвящено полотно Василия Пукерева «Неравный брак». Следующим этапом в истории русского искусства стала эпоха второй половины XIX века. Этот период представлен в Третьяковской галерее с особой полнотой и наилучшими образцами. Наивысшее достижение русской живописи 1870-х годов связано с деятельностью художников, входящих в состав «Товарищество передвижных художественных выставок». Главную цель своей деятельности «Товарищество» видела в развитии любви к искусству в обществе. Имена этих художников общеизвестны, а их произведения составили основу собрания Павла Михайловича Третьякова и одновременно «Золотой фонд отечественного искусства» «Иван Крамской», «Иван Крамской», «Василий Перов», «Алексей Саврасов», «Илья Репин», «Василий Суриков», «Виктор Васнецов», «Иван Шишкин», «Николай Ге». В конце 1880-х, в начале 1890-х годов в состав русского искусства вливается большая группа молодых талантливых живописцев. Почти все они были учениками старших мастеров-передвижников и являлись как бы непосредственными продолжателями их реалистической традиции. Но вместе с тем в их творчестве задачи художественного свойства все более и более теснят общественные и социальные, которыми так вдохновлялись русские художники предшествующих поколений. Крупнейшими среди этих живописцев были Исаак Левитан, Константин Коровин, Валентин Серов и Михаил Врубин. Они известны как неутомимые искатели новых, нехоженных путей в искусстве. Произведения Левитана справедливо сравнивают с прозой Антона Чехова, который был близким другом живописца. Картины природы, создания художникам за редким исключением не включают изображение человека, но одушевлены чувствами, эмоционально окрашены. Левитан считается непревзойденным мастером пейзажа настроения. Работой над картиной «Над вечным покоем» на озере Удомля Левитан писал Павлу Михайловичу Третьякову «Я так несказанно счастлив, что моя работа снова попадет к вам, что со вчерашнего дня нахожусь в каком-то экстазе. И это, собственно, удивительно, так как моих вещей у вас достаточно, но что это последнее попало к вам трогает меня потому так сильно, что в ней я весь со всей моей психикой, со всем моим содержанием». С самого начала своего творческого пути Константин Коровин испытывал тяготение, во многом стихийное, к импрессионизму. В дальнейшем импрессионистическая система легла в основу творческого метода Коровина, принеся ему признание лучшего русского импрессиониста. В Париже Коровин создает несколько шедевров, среди которых особо выделяется бульвар капуцинок. Сразу, конечно, напрашивается сравнение этого пейзажа с работами французских импрессионистов Клода Моне и Камилия Писаро. Примечательно, что французские художники почти никогда не писали «Ночной Париж». Коровин же запечатлевает бульвар вечером в сиянии огней и реклам с бурным потоком толпы. Мир, который воссоздает художник, словно сверкает. Он выражен живописной стихией, потоком цвета и света. Коровин пишет свои картины быстро, легко и свободно. Валентин Серов начал свой творческий путь с приемом в близких импрессионизм. Знаменитая девочка с персиками, портрет Веры Мамонтовой, стала воплощением стремления молодого живописца, желавшего выразить чувство прекрасного в человеческом бытие. Художник искал тихой, созерцательной выразительности. Он внимательен к каждой точке холста. Любая частица изображенного предмета воспринимает отцветы соседних вещей, вбирает в себя солнечные лучи. В одном из писем 1887 года Серов заявлял «Я хочу, хочу отрадного и буду писать только отрадное». Но, пожалуй, самым оригинальным мастером русского искусства рубежа столетий был Михаил Врубель. Врубель часто обращался в своем искусстве к фантастическим темам. Глубокая и сложная литературная тема демона целиком заполнила воображение художника. Толчок к ее развитию и воплощению на холсте дала постановка одноименной оперы Антона Рубинштейна. Врубель считал, что демон дух не только злобный, сколько страдающий и скорбный, но при всем том дух властный, величавый. За пределами нашего обзора истории коллекции Третьяковской галереи остается большая часть собраний искусства XX века, то есть всего того, что составляет основу постоянной экспозиции музея на Крымском валу. Современная Третьяковская галерея это единый музей на двух территориях, в котором представлена широкая картина развития отечественного искусства от истоков до наших дней. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok